Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психофарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу заоживых оплак и мертвых разбивая молния, сегодня у нас очень важный ролик. Мы хотим рассказать вам о том, как приготовить себя, точнее сказать, свой мозг к тяжелой травме. Да-да, и даже к инсульту. К сожалению, никто из нас не застрахован от тяжелой черепно-мозговой травмы. Поверьте мне, никто. И никто у нас не застрахован от инсульта. Как бы люди не береглись, конечно, есть способы снижения риска инсульта, если вы будете лечить артериальную гипертензию, если вы будете правильно питаться, если у вас не будет ожирения и много чего другого, но все равно риск остается. И очень важно понять, что рано или поздно вы можете оказаться, например, на дороге или в больнице в бессознательном состоянии с тяжелой черепно-мозговой травмой. Мы вам хотим сегодня помочь. Мы вам хотим дать простой совет, как сделать так, чтобы помощь, которая вам оказывалась, она была максимально эффективной. Почему это необходимо? Это необходимо, потому что в нашей стране существуют, например, такие препараты. Мы о нем рассказывали. Это L-лизиноэсценат. Л-лизиноэсценат показан, обратите, пожалуйста, внимание, это инъекционный препарат при отеке головного или спинного мозга, травматического или послеоперационного происхождения. То есть в любом случае, либо это травма, вы можете находиться без сознания после операции, вы еще не отошли от наркоза, вам могут вводить этот препарат. Более того, существуют данные, и многие о этом пишут, что этот препарат во всяком случае пытаются использовать и при лечении инсультов. То есть еще раз, вы без сознания, инсульт, черепно-мозговая травма, вам вводится этот препарат. Что из себя представляет этот препарат? L-лизиноэсценат. Фармакокинетика этого препарата не изучалась. То есть вообще не изучалась, это из инструкций, как этот препарат распределяется по организму. Никаких данных нет. Понимаете, это вот, ну скажем, на моем веку, это очень и очень редкая вещь, где бы фармакокинетика препарата не изучалась. То есть я, собственно говоря, другого такого, ну как бы, случая припомнить не могу, за исключением, конечно, препаратов гомеопатических. Там действительно фармакокинетику вообще невозможно изучать, но там и пишут, что фармакокинетику изучать невозможно. А здесь пишут не то, что ее невозможно, а что она не изучалась. То есть возможно, но не изучалась. То есть никому это вообще не важно. Далее. Механизм действия. L-лизиноэсценат понижает активность лизосомальных гидролаз. Что вообще такое из себя представляет лизосом? Функция лизосом – это внутриклеточное пищеварение. То есть, например, при травме есть полуживые нейроны, которые могут эту всю травму пережить, но для этого им нужно уничтожить, например, какие-либо поврежденные структуры, например, митохондрии. Они их переваривают в виде этих самых лизосом. И потом выбрасывают эти все наружу все это. Это процесс уничтожения структур, которые клетки не нужны. Он очень важен, когда человек восстанавливается после травм, после инсульта. Так вот этот процесс будет этим препаратом блокироваться. Этот препарат вообще не изучен. То есть вообще нет ничего. Там есть несколько исследований, но они не являются рандомизированными контролируемыми. Там всего лишь их, по-моему, 5 или 6. И из них только одно рандомизированное контролируемое исследование. Но обратите внимание, при ситуациях, когда человек в сознании, влечь ее так называемой радикулопатии, сейчас я расскажу, что это такое, и ему назначают стероиды, это противовоспалительные мощные препараты, которые снижают воспаление и, соответственно, уменьшают боль, вместе с этим лизиным эсценатом. Ну, что такое радикулопатия? У всех у нас с вами есть позвоночник. К сожалению, чем мы старше, тем вот эти вот хрящи, которые между позвонками, они теряют свою эластичную функцию, они проседают. Часть этого хряща может вдаваться внутрь и сдавливать спинной мозг. Возникает так называемая грыжа. И вот эта самая грыжа вызывает различные нарушения со стороны спинного мозга. Вот что, собственно говоря, такое радикулопатия. Так вот, вы в сознании, вы можете сказать, нет, не нужно мне этот препарат, который неизвестно зачем и как к нам попал. Здесь все вроде бы нормально, но самое главное, пожалуй, самое интересное, откуда этот препарат вообще пришел? Надо вам сказать, и мы об этом уже рассказывали, что этот препарат нам достался от корма для свиней. Это конский каштан. Конский каштан – это такое, собственно говоря, растение. И там содержатся гликозиды, вот они здесь перечислены, и тритерпеновый сапонин эсцин. В общем, это используется в качестве корма для животных. Есть определенные рекомендации. Крупным животным, мелким животным дают этот самый конский каштан. И, соответственно, перед вами препарат из корма, фактически, для свиней. Это очень важно, чтобы вы знали, что вот вы находитесь в бессознательном состоянии. А вам будут колоть препарат из корма для свиней, который не изучен, который не опробирован, анализирован, контролируемый исследователь, ни при травме, ни при инсультах. Это очень и очень страшная вещь. Куда эта вещь может завести? Самое главное, и это очень и очень тоже важно, в чем, собственно говоря, прикол. А при чем здесь лизин? Вот эсцин – это каштан. Это лишний раз доказывает, что это действительно корм для свиней. Потому что в комбикормах для свиней, которые вырабатываются в Российской Федерации, как правило, не удается обеспечить норму по лизину. Лизин – это аминокислота. Но нет у нас этой самой аминокислоты. Поэтому не просто эсцин назначают вместо в виде инъекции, но добавляют туда лизин, как будто мы на самом деле какие-то свиньи, которым этого самого лизина не хватает. В общем, когда вы будете обдумывать этот ролик, пожалуйста, задумайтесь над тем. Готовы ли вы к такому лекарству? Скорее всего, это производные корма для свиней, которым еще не хватает лизина. Это вещество с неизученным механизмом действия, фармакокинетика которого не изучалось. И вам это будут назначать, еще раз говорю, неизвестно с какими последствиями, когда вы будете без сознания. Конечно, нужно от этого отказываться. Что вы тут можете сделать? Вы, конечно, можете проинструктировать своих родственников. Но ведь родственник просто не успеет к вам, например, вы получили какую-то тяжелую черепно-мозговую травму, не дай вам бог в автомобильной аварии. Вас подобрали, вас везут в стационар. Когда туда приедут родственники, будет уже поздно. Вам этот альфа-лизинный сан введут уже. Ничего вы сделать не можете. Что я вам тут предлагаю? Чем отличается Психфарм ТВ от других блогов? Мы всегда пытаемся найти какое-нибудь средство, которое позволяет уйти от опасности. Я бы на вашем месте сделал себе татуировку. Вот многие делают татуировку, и там вообще-то черт знает что. Для красоты, черт знает какие слова. Напишите у себя, не вводить эль-лизинный сценат. Или я против введения эль-лизинный сценат. И тогда, даже если вы будете в бессоздательном состоянии, больного перед тем, как положить в реанимацию, его обязательно раздевают. Эта надпись будет увидена. И, как правило, я думаю, что врачи к этой надписи прислушаются. Особенно, если эта надпись будет еще и, я не знаю, какой-то ссылкой на какую-то статью, скажем, Уголовного кодекса или еще какого-нибудь, или закона какой-то о медицинской деятельности. Тут надо с юристами посоветоваться. Здесь тоже будет ссылка. Так что еще раз я вас очень и очень прошу. Вот чем всякие татуировки, неизвестно какого значения, нарисуйте вы это. Потому что, еще раз говорю, вы в большой опасности. Вы будете без сознания. Вам могут ввести препарат, который черти что, который корм для скота, который лишен какой-либо доказательной базы, который неизвестно как действует и на что действует. Как всегда, я вас очень прошу, для того, чтобы эта информация, она продвигалась в интернете, она продвигалась на ютубе, подпишитесь на наш канал прямо здесь же. Напишите коммент, поставьте лайк, тогда ютуб поймет, что это очень важные сведения. Это действительно очень важные сведения. Это сведения, которые могут спасти людей, могут спасти им жизнь. Ставите спонсором нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова